Восстание Историческая память о восстании 1916 года на территории современного Кыргызстана до сих пор остается во многом противоречивой. Существует несколько трактовок восстания. Восстание это либо геноцид или резня, либо это противостояние между ментрополией и колонией, либо же это трагедия многовековой истории дружбы двух народов. В общем-то разница на самом деле между этими трактовками не так велика, потому что геноцид возможен в условиях колониального противостояния, и любой человеческий жертвой является трагедией. Все эти подходы объединяют понимание восстания как отправной точки современной кыргызской государственности. В то же время попытки переосмыслить восстание как стремление к национальному самоопределению отталкиваются от предложения репрессивности советского аппарата по отношению к социальной памяти о восстании. В частности, утверждается, что сам факт восстания замалчивался с советскими властями в целях избежания ретнических конфликтов и подавления естественных устремлений к кыргызского народа к национальному самоопределению. Таким образом, получается, что память о восстании сохранилась вопреки, а не благодаря усилиям властей. Таким образом, память о восстании понимается как часть национального строительства, которое противоставляется строительству социалистическому, то есть строительству советского. Однако, обзор культурного производства в Киргизии до военного периода говорит об обратном. Восстание занимало видное место в общественной и политической жизни республики. Так, например, национально-освободительному восстанию, это была стандартная дефиниция восстания, был посвящен ряд публикаций, как академической, так и общей направленности. По-моему, множество сборников, монографий и статей в академической периодике и в республиканских органах печати, события 1916 года также любили в основу нескольких романов на киргизском языке, вышедших в 1920-1930-е годы, среди которых роман «Ачар» изданный в 2028 году, романский хак «Кровавые годы», вышедший в 1935 году, и «Ковесть Мухая-Лебаева», «Долгий путь», изданный в 1936 году. Была также издана книга на русском языке Дмитрия Курманова «Мятеж», вышла в 1925 году. Тема восстания была поднята в музыкальной драме «Несмерть, а жизнь», которая была, в общем, второй музыкальной драмой, вообще написанной в Кировстане. Поставлена она была в 1939-1937 году, и затем еще была показана в Москве в 1939 году, на декаде киргизской литературы и искусства. Также немалые средства были потрачены на проведение юбилейных мероприятий, приуроченных в десятилетие, пятнадцатилетие и двадцатилетие восстания. В прямом свете утверждения о репрессивности советской политики памяти по отношению к национальной памяти представляются безосновательными. Более того, встает вопрос о том, насколько то, что мы считаем национальной памятью, является продуктом советской историографии восстания. Проще говоря, какую роль играло государство в конструировании национальных идентичностей. Вопрос, конечно же, не нов, и получил достаточно широкое освещение в западноисторической новке последних двух десятилетий. То есть, опять-таки, достаточно вспомнить работы Терри Мартина, Сергея Слёскина, Францинга Хирша и многих других. Тем не менее, советская историография среднеазиатского восстания в 1916 году интересно прежде всего совмещение социалистического универсализма, который выражался в риторике классовой борьбы, и национального партикуляризма, риторике национальной борьбы. Социалистический универсализм, то есть это риторика классовой борьбы, и национальный партикуляризм — это риторика национальной борьбы. Историография восстания в таком прочтении предстает такой своеобразной метафорой, которая нам позволяет видеть нечто большее через малое и сделать выводы не только о механизмах и формах социалистического строительства в национальных республиках, но и о его целях. Анализ советских репрезентаций прошлого был бы неполон беспонимания природы самого советского государства. Я использую теорию Адиба Халида и Францин Хеш. Я как бы считаю, что они друг друга не исключают, то есть колониальная природа власти, она не исключает мобилизационную составляющую. Адиб Халид характеризует СССР как модернистское мобилизационное государство, направленное на построение нового социалистического общества посредством вмешательства в социальную сферу. Францин Хирш также отмечает инструменталистский аспект национальной политики, которая предполагает ассимиляцию над национальное советское общество через ассимиляцию национальности. То есть это двойная ассимиляция. Используя оба определения, мы приходим к следующему выводу. Национальное строительство сделало возможным консолидацию многоэтничного населения окраин бывшей империи в пределах одного советского государства и также сделало возможную мобилизацию этого населения в целях построения социализма. Как это работало на практике, мы рассмотрим на примере в советской историографии Семереческого восстания. Так, прежде чем приступить к обсуждению историографии, я также хотела бы дать краткий исторический экскурс. Анализ восстания невозможен у отрили от исторического контекста, временные рамки которого не ограничиваются в 1916 году, а охватывают период между двумя революциями 1905-1917 года и окончанием гражданской войны. Это период кризиса и падения автократического режима, добровольного и насильственного перемещения огромного числа жителей империи, мобилизации, массового голода и повсеместного использования метода ведения войны на гражданском населении. В условиях войны нехватка продовольствия и сельскохозяйственная земля была единственной гарантией выживания. В Семерече противостояние между переселенцами из внутренних районов России и туземным населением за землю, захваченную переселенцами, приняло форму этнических чисток с обеих сторон и полного уничтожения имущества противника. Переселенцы, вооруженные правительствами, имеющие поддержку регулярной армии, имели несомненное преимущество. Карательная экспедиция, эпидемия и голод, преследовавшие кочевников как в пределах, так и за пределами империи Китая, куда бежали по станции Семеречи, привели к огромным человеческим потерям. Возвращение беженцев из Китая после революции было не менее трудным, чем само бегство. Туземное население стало невольным участником гражданской войны. Как и до гражданской войны, противостание между колонистами и местным населением развернулось за контроль над ресурсами. Приход большевиков к власти Средней Азии был осуществлен в значительной степени силами колонистов и небольшой группой русских железнодорожных рабочих, которые видели в советской власти возможность сохранить за собой традиционные привилегии и земли, отнятые туземного населения во время восстания. Несмотря на то, что большевикам удалось привлечь на свою сторону некоторых радикально настроенных представителей туземной интеллигенции, революция в Средней Азии по выражению большевика Григория Сафарова была колониальной. В общем, я тоже здесь сделаю небольшое отступление, но парадоксально сам термин «колониальная революция» тоже претерпит большие изменения и во второй половине 1930-х годов приобретет положительное значение и будет просто означать революцию в колонии. Тем не менее, в первой половине 1920-х годов колониальная революция подразумевает революцию, принесенную в Среднюю Азию извне, в колонисты. Насильственное присоединение бывшей колонии к Советской России ставит перед новыми властями ряд идеологических и практических проблем, которые требуют незамедлительного решения. Во-первых, отсутствие от туземного рабочего класса ставит под сомнение саму возможность революции в колонии. Во-вторых, неизбежным результатом насаждения советской власти без массового участия местного населения была ее нелегитимность, что, в свою очередь, привело к появлению вооруженных так называемых басматческих групп, ведущих партизанскую войну против Совета. В-третьих, зависимость режима от силовых методов не оставляла возможностей и ресурсов для экономического развития региона. В-наконец, в-четвертых, колониальный характер революции в Средней Азии делал перспективу вовлечения регионов в социалистическое строительство в привычках. Необходимость поддержки широких масс у земного населения была очевидна и самим большевикам. Завоевать доверие туземцев было, по словам Ленина, дьявольски важно. Политика, призванная решить национальный вопрос, то есть вопрос советизации национальных меньшинств, в перее стала кампания национализации. По мнению большевиков, национальное строительство было оптимальным способом сделать советскую власть близкой и понятной народам национальных окраин и вовлечить таким образом строительство наднационального социалистического общества. Реформы, принятые в рамках национализации, представляли собой и отмеры, нацеленные на создание пролетарских наций, легших в основу советского государства. Одним из ключевых компонентов процесса консолидации новых наций было конструирование национальных идентичностей, национальных по форме и пролетарских по содержанию. Пожалуй, наиболее радикальным аспектом... Ладно, я пропущу. В советской интерпретации классовая борьба сквиталась борьбой национальной, что позволяло режиму конструировать и апеллировать одновременно и классовым, и национальным... В общем, классовая борьба сквиталась национальной борьбой, и это позволяло режиму конструировать и апеллировать одновременно и классовым, и национальным лояльностям этнически пестрого и экономически неоднородного населения СССР. Вполне естественно, что события 16-го года в Средней Азии представляли особый интерес для советских историков. Так как участие в восстании приняли широкие массы местного населения, это делало его, по мнению большинства исследователей, народным и национальным. А классовым его делала направленность против царской администрации и тот факт, что оно предшествовало Октябрьской революции. Таким образом, перед советскими историками встали следующие задачи. Показать на примере восстания, что на момент Октябрьской революции в колонии сложился своеобразный суррогат рабочего класса, состоящий из беземельных крестьян, скотоводов и подраков. Во-вторых, продемонстрировать линейность и синхронность развития революционного движения на периферии, метрополии в связке восстания 16-го года с Октябрьской революцией 17-го года. И, следовательно, представить Октябрьскую революцию как единственное возможное решение национального вопроса «Начало эмотипации гнетенных народов Грая». Для иллюстрации моих аргументов я сделала небольшую выборку цитат из публикации о восстании в учащихся 1920-х и 1530-х годах прошлого века. Как мы видим на примере этих публикаций, национальные историографии, как и, впрочем, советскую национальную политику в целом, можно описать метафорой маятника, который колеблется между национальными и классовыми русами. Любопытно, что национальная форма советской историографии восстания заключалась в целях восстания, в то время как классовое содержание в движущих силах восстания и в его причинах. Например, Чеканинский утверждает, что конечной целью восстания была путем самостоятельной и массовой борьбы сбросить в тебя игорь и цепь рабства и расчистить путь к политической свободе нации, самоопределению и экономической независимости. И Сакеев также считает, что восстание 2016 года являлось национально-освободительным движением. Толчком к восстанию, по мнению советских следователей, послужил двойной гнет и грабеж из стороны царского правительства и местной национальной буржуазии, которые вывели из самостоятельной хозяйственной жизни бедняцко-средняцкие массы и открыли широкий путь к оботрачиванию нищетей и разорению хозяйства. Следовательно заключает Усуков Драхманов, один из первых руководителей советской Киргизии, трудящийся туземной массы или бухара, были обязаны своим существованием в классовой борьбе, имеющей место среди киргиз. И именно классовая борьба привела, по мнению советских историков, к восстанию, во главе которого шли и активно выступали крестьянско-скотоводческие массы и трудящие себе роду. В то время как богачи, буржуазии и феодалы разговаривали о выгодах колониального господства. То есть заслуживает внимания то, что в этой статье классовый враг приравнивается к национальному предателю. Как мы видим, связка нации с классом могла иметь и негативные коннотации. С классовой борьбой связывают советские историки и издвижение киргиз с русским пролетариатом. Накануне восстания, замечает один из историков, отмечалась передвижка линии борьбы от борьбы против всех русских к борьбе против всех эксплуататоров, независимо от их национальности. Как начало революционного движения национальных окраинах, восстание имело громадное идеологическое значение в истории не только киргиз, но и других национальных меньшинств Средней Азии, пробудив в них революционность и вызвав политический перелом в их настроениях. Этим переломом объясняется и то, что национальная борьба слилась в один поток пролетарской революции в России и под руководством последней пошла по линии перерастания в революцию социалистическую. То есть, таким образом, восстание 1916 года в своем развитии вело к объединению революционных сил России и Средней Азии к Союзу Среднеазиатского христианства и российского пролетариата и христианства. То есть, восстание имело огромное значение. И все историки сходятся во мнении о том, что оно не увенчалось успехом из-за отсутствия среди туземных масс пролетарского руководства, которое могли бы дать ей, которые в итоге дали ей трудящиеся массы России. То есть, только в связке, в союзе с трудящимися массами России колониальные народы Средней Азии победили, сделали свою революцию и были освобождены от колониального рабства. То есть, таким образом, советские историки также выдвигают на первый план Октябрьскую революцию, которая решила те задачи, которые поставила перед собой восстание 16-го года и которая обеспечила восстание необходимым пролетарским руководством. То, что не смогло сделать в восстании 16-го года, дать национальное собрание внесенным царизмом в Рыжи Азии и народам Средней Азии, дала победоносная пролетарская революция в октябре 17-го года. Так, вполне логично заключить, что выпустраиваемая цепочка национальная борьба, классовая борьба, национальное восстание, пролетарская революция подрезумевала иерархию исторических событий, в которой Октябрьской революции отводилась центральная роль. Задача советской историографии национальных восстаний состояла не столько в доказательстве самостоятельности национальных движений, сколько в легитимизации Октябрьской революции. Таким образом, советская историография семилеческого восстания 1716 года реализовала несколько задач советской власти. Во-первых, приравнивая реальное участие в восстании к воображаемому участию в Октябрьской революции, советские историки артикурировали универсалистскую коллективную советскую идентичность посредством партикуляристской национальной киргизской идентичности. Во-вторых, сквозная тема классовой борьбы, проходящая на фоне борьбы национальной, позволила реконструировать историю захвата власти большевиками как продолжение разрешения национальной борьбы. И в-третьих, восстание одновременно подменило собой пролетарскую революцию, которая была невозможна в силу отсутствия рабочего класса в колониях и позволила облечь советских проектов эмансипации национальной формой. Так, и у меня еще были несколько вопросов, на которые должна было ответить. После военной репрезентации, восстание. Как вы отмечали в переписке, Вторая мировая война, она как бы легитимизировала существование Советского Союза и создание национальных республик. Так как все, трудящиеся всех республик, они воевали с фашистами в рядах Красной Армии. То есть необходимость в историографии восстания как легитимизирующей составляющей, она в принципе отпала. Но, тем не менее, историография восстания, она снова становится актуально, в 1950-х годах, вы уже упоминали, сближение Советского Союза с лучшими колониальными странами Азии и Африки. То есть была попытка советской власти проявлять симпатии лучших колониальных стран путем демонстрации преимуществ советской власти и преимущества деколонизации, деколонизационные программы национализации советской власти, как раз посредством министариографии. То есть снова стало модно говорить о национальных антиколониальных изводителей движениях, число которых входило в восстание 2016 года. И в 1953 году, еще до смерти Сталина, была организована большая межреспубликанская конференция, на которой приняли участие историки всех республик Средней Азии, а также России. И что самое интересное, для этой конференции готовились также материалы, собирались устные истории, которые, тем не менее, никогда не были опубликованы и которые так и были похоронены в архивах Национальной Академии. Я уверена, что собирались по всем республикам Средней Азии эти истории. Но у меня был доступ только к тому, что у нас лежали решки. Естественно, когда их читаешь, становится понятно, что почему их никогда не публиковали и даже не заикались о них на этой конференции. Потому что, когда читаешь, в принципе, становится понятно, что и население, как бы, глубинки, во всяком случае, полхозники простые, которые принимали участие в том восстании, то есть они были достаточно уже зрелыми людьми. Они скептически относились к Тедису о дружбе народов. И самое явное, что проступает в этих интервью киргизских колхозников, то есть киргизской национальности, а опрашивали колхозников всех национальностей, русских, киргизов, всех. В этих интервью проступает такая явная травма. То есть они говорят эти коммунизации, о том, как их стреляли, как куропаток. Вот это выражение, на стреляли, как куропаток, оно встречается не один раз. В то же время классовая борьба тоже отрицается. Как говорится о том, что по главе восстания стояли традиционные элиты, бай-манапы, одного из которых провозгласили даже ханом. То же самое можно найти в интервью русских колхозников. Там тоже нет классовой борьбы. Русские колхозники, по-моему, с явной ностальгией вспоминают колониальные времена, когда у них были большие годы и когда у них были киргизские работники. И они с горечью вспоминают восстание, когда они все это потеряли и тоже отрицают классовую борьбу. Что еще? Существует ли альтернативная официальная советская репрезентация восстания? Ну, альтернатива существует, как я уже говорила. Эта альтернатива – это воспоминание памяти о восстании как отрады большой. И даже в официальных источниках, в этих, например, книгах, которые я перечисляла, там «Кровавые годы», потом «Опера», «Не смерть, а жизнь» и так далее, там тоже поднимается именно тема травмы. И Крыгизская нация, она такая предстает, как девушка. То есть это явная гендерно окрашенная травма. И достаточно негативная интерпретация – это поруганная девушка, это обесчищенная девушка, ее тоже продали либо китайским сам, либо еще кому-то отдали за тарелку Риза, и, в общем, у нее единственный выход – это покончить же самоубийством или умереть. Более позитивная интерпретация – это девушка, например, в фильме Мелисова Букеева «Белые горы», тут нет, трудный перебал. Мелисова Букеева, который был снят в 60-е годы, в общем, девушка поруганная, и она выживает, но она выживает только за счет того, что этот мужчина, который представляет такой старый патриархальный, наверное, как прошлый киргизов. Он ее провожает, доводит и сам умирает только за счет его жизни. Молодая девушка выживает, и она как бы вступает в светлое советское будущее. Это другая альтернатива, более позитивная. Субтитры создавал DimaTorzok